Выберите верное утверждение про жгутик, строение которого представлено на рисунке перед вами. Вот, посмотрите, здесь у нас рисунок, и нам надо выбрать, что же у нас здесь такое. Жгутик чего? Жгутик грамм отрицательной бактерии, грамм положительной бактерии, зеленой водоросли или вглены. Значит, вспоминаем, что жгутик – это у нас поверхностная структура, которая у нас присутствует у большого количества клеток, как безъядерных, так и ядерных клеток. И служит в основном для передвижения по какой-то поверхности, по жидкой поверхности, да, то есть имеется в виду, если у нас жидкая среда, так и, в принципе, и по твердым поверхностям. Жгутики у нас бывают разные. Жгутики у нас бывают, соответственно, разные. Ну-ка, вот, да. Посмотрите, они выглядят совершенно по-разному. У нас существует один, двойной, тройной жгутик и так далее. Их бывает огромное количество. Мы с вами помним, что вот в данном… Значит, в первую очередь вот у данного вопроса мы должны, когда мы рассматривали данный вопрос, мы должны были с вами обратить внимание на внешнюю… Смотрите на внешнее строение нашего жгутика, и здесь у нас еще представлена мембрана наша, да. Посмотрите, каким образом она выглядит. Здесь у нас состоит она из наружной мембраны, из внутренней мембраны, и посерединке у нас проходит небольшой пептидный слой, да. Смотрим. Вот здесь у нас представлены бактерии, да. Я думаю, что здесь, в принципе, мы и водоросли, и евгелину с вами отметаем, потому что мы с вами помним, что ее мембрана, да, ее оболочка состоит у нас с целлюлозой. Там целлюлозы у нас не пахнет, ее нет. Поэтому здесь мы с вами рассматриваем именно поверхность, вот эту вот мембрану нашего представленного образца, да, так скажем. Вот она есть, да. Целлюлозы здесь с вами нету, мы не видим целлюлозу. В составе она у нас не указана. Соответственно, мы предполагаем, что это, возможно, у нас бактерии. Но какие бактерии? У нас бактерии, у нас будет грамм положительный или грамм отрицательный. Если мы с вами помним, то мембрана у нас грамм положительных бактерий состоит полностью из мурина. А, соответственно, оболочка грамм отрицательных бактерий, мурина там мало. Там идет небольшая прослойка амурин, как мы знаем, это у нас такое, как пептидное вещество. Соответственно, из данного вопроса, из данного внешнего вида нашей картинки, мы можем сделать предположение, что перед нами грамм отрицательная бактерия. То есть из того, что мы видим, из тех вариантов ответов, мы с вами сразу отметаем в водоросли, сразу отметаем и в глену. И далее у нас идет чисто рассмотрение нашего вопроса и чисто рассуждение. Правильный ответ у нас здесь был грамм отрицательной бактерии. Следующий вопрос. Для возбудителя фитофтороза картофеля, имеющего на определенной стадии жизненного цикла мицелий, характерна клеточная стенка, состоящая преимущественно из мурина, хитина, целлюлозы или альгината. Здесь у нас представлено несколько вариантов. Если мы с вами помним, то мурина у нас входит в состав клеточной стенки бактерий. Хитин у нас входит в состав клеточных стенок грибов. Альгинаты. Что это и где они встречаются? Альгинаты у нас встречаются в клеточной стенке бурых водорослей. Именно альгинаты имеют такое свойство к быстрому, как сказать, ну не к быстрому, у нас человек использует альгинаты, выделяя их из бурых водорослей, потому что у них есть такое свойство очень быстро затвердевать, и они вообще вот эту твердость клеточной стенки поддерживают. У нас мы можем видеть альгинаты в косметологии в виде альгинатных масок, а также в виде желеобразующих веществ. То есть альгинаты, может быть, кто-то просто слышал об этом, альгинаты у нас присутствуют в водорослях. Так, теперь по поводу целлюлозы. Смотрите, что же такое фитофтороза картофеля, да, в нашем случае? Фитофтороза это у нас, так, переключайся, фитофтороза это у нас оомицеты, да, паразиты, паразитический организм, паразитический гриб, если быть точно, грибок. Итак, оомицеты, они паразитируют у нас на посленовых в основном, да, заражая растения, ну и приводя вот к таким вот последствиям, которые вы можете видеть на картинках. Это потемнение клубней, потемнение плодов и листьев. Ну и, соответственно, растение очень сильно страдает и происходит усыхание растения, растение тихонечко погибает. Но в нашем случае, в клеточной стенке именно данного вида, да, именно фитофторозы, у нас присутствует именно целлюлоза. Да, вы ответили правильно. Из всех правильных, из тех, кто ответил целлюлоза, вы были правы. Здесь был вариант ответа выбрать либо хитин, либо целлюлозу. Да, такой вот на самом деле вопрос с подвохом. То есть, несмотря на что, что это у нас оомицеты, клеточная стенка у нас полностью целлюлозная. Так. Далее опять грибы. Для приведенного на схеме жизненного цикла представителя группы зигомицетов характерно следующее. В вегетативном состоянии грипп-гаплодин миоз происходит при прорастании зиготы. В вегетативном состоянии грипп-гаплодин миоз происходит при формировании гамет. Или в вегетативном состоянии грипп-гаплодин миоз происходит при формировании спор бесполого размножения. Мы с вами должны в первую очередь вспомнить размножение грибов. Мы с вами должны помнить, что у нас тремя способами размножаются грибы. У нас есть вегетативное размножение, бесполое и половое. Вегетативное размножение у нас осуществляется, как прекрасно расти. Бесполое размножение у нас происходит благодаря спорам из кандиеносцев. На конце гиф у нас образуются споранги, ну и, соответственно, оттуда у нас выходят споры. И плюс у нас еще есть половое размножение, которое у нас осуществляется благодаря антиридиям и, соответственно, агониям. Так, половое размножение у нас происходит благодаря зиготе. И зигота делится у нас миозом, у большинства грибов. Это мы с вами помним. Зигота у нас диплоидна. А вот после уже зиготной редукции у нас набор клеток имеет гаплоидный набор хромосол. В соответствии с чем правильный ответ будет B. Ну, здесь нет у нас ни А, ни Б, да, номер два. Стигмой или глазком облагадают вегетативные стадии махообразных и в гленовых водорослях, бурых водорослях или цианобактерий. Дело в том, что благодаря как раз-таки глазку красного цвета, он красного цвета, если помните, глазок, у нас наш организм может передвигаться, направляясь в сторону источника света. Да, соответственно, наш организм должен свободно передвигаться, не прикрепляться куда-то к субстрату, а передвигаться. Соответственно, кто у нас может свободно передвигаться, например, чаще всего в толщу жидкости, в толщу воды или в какой-то влажной поверхности. А стигма в нашем случае есть именно у эвгленовых водорослей. Посмотрите, вот здесь даже представлен у нас небольшой кусочек с изображением. Здесь они вот представлены, и это у нас макросъемка. То есть это вид у нас из-под микроскопа. Далее. На фотографии представлен организм, у которого клетка А диплоидная, клетка В дает начало сперматозоидам, клетки А и В являются сестринскими и появляются в результате метоза из микроспоры, или клетки, потомки клетки В примут участие в двойном оплодотворении. Это у нас здесь представлено прорастание. Это пыльца, действительно, это прорастает у нас пыльца. А теперь давайте вспоминать. Пыльца цветочных растений, цветковых растений у нас может быть всевозможных форм. Она у нас и круглая, и она у нас бывает похожа на такого ежа с огромным количеством острых таких каких-то заостренных выступов. Но в данном случае, посмотрите, у нас здесь пыльцевое зерно и два, посмотрите, вот таких воздушных мешка. Соответственно, это у нас происходит для того, чтобы наша пыльца передвигалась на достаточно большие расстояния по воздуху. Скажите, вот что это за пыльцевое зерно? Что это? Какому растению оно принадлежит? Как вы думаете? Это на самом деле вопрос достаточно сложный. И его на самом деле, на него сложно ответить, если вы никогда не видели пыльцы, грубо говоря, данного растения. Чаще всего это представлено в виде ботанической зарисовки. То есть вот такая вот съемка, это у нас съемка с помощью электронного микроскопа. Такие картинки вы, в принципе, в интернете, в учебнике не увидите. Перед нами пыльцевое зерно сосны обыкновенной. Мы с вами вспоминаем, как она выглядит. Пыльца у нее достаточно легкая. Происходит у нас оплодотворение как раз-таки с помощью пыльцы, с помощью ветра. Семена у нас сидят у сосны обыкновенной открыто на стробилах, на чешуях шишки. Ну и, соответственно, ветер, когда он проходит через ветвь, забирает вот эту вот пыльцу и переносит ее на стробилы, на чешуи стробилы. Соответственно, в процессе, когда у нас попадает на микропиле нашего семени, попадает пыльца, она начинает прорастать в микротрубку. Соответственно, данные, две клетки у нас являются сестринскими, но двойного оплодотворения они у нас не дают. Потому что, если вы помните, двойное оплодотворение – это у нас приспособление именно цветковых растений. У голосеменных растений двойного оплодотворения не было. Одна из данных клеток у нас в процессе оплодотворения погибнет из-за ненужности, потому что вторая клетка у нас запасная. Помните это. Соответственно, правильный ответ у нас здесь будет. Клетки А и Б являются сестринскими и появляются в результате метоза из микроспоры. Про голосеменные мы с вами даже отдельно разговаривали. Если помните, появление голосеменных растений намного облегчило жизнь растениям. И благодаря этому у нас деревья, хвойные в основном у нас, разрослись по всем континентам. Да, голосеменные. Голосеменные не только к хвойной относятся, но все-таки в большинстве своем сейчас мы видим большое количество именно этих деревьев, которые у нас существуют и по всей день не сдаются и не уступают место цветковым растениям. К отделу ахрофитовые относятся буры, золотистые, желто-зеленые и многие другие водоросли. Разные оттенки цвета, их талома в основном обусловлены отличиями в наборе хлорофилов, каротиноидов, меланинов или антоцианов. Антоцианы. Что это такое? Это у нас пигмент, который окрашивает фрукты и овощи в яркие цвета. То есть это только пигмент овощей и фруктов. Здесь у нас могут быть фиолетовые, могут быть желтые или синие или красные оттенки. Мелатонин. Знакомое все-таки у нас название особенно для тех, кто у нас уже изучал и анатомию, и зоологию. Это обычно черный, обычно темно-коричневый цвет. Это пигмент, который у нас в основном встречается у животных. Хотя иногда может встречаться и у микроорганизмов. Так. Хлорофилл. У нас это зеленый пигмент. Он окрашивает все растения наши в зеленый цвет. И, наконец, каротиноиды – это у нас природные пигменты, которые синтезируются и водорослями, синтезируются и грибами, и высшими растениями. И они дают у нас окраску в красный, оранжевый или желтый цвет. Соответственно, у нас вопрос про бурые, золотистые и желто-зеленые водоросли. Не про фрукты, не про плоды. Поэтому вариант ответа у нас здесь будет два каротиноиды. Перед нами представлен плод. В данном случае это у нас плод персикового дерева. Выберите правильное обозначение на рисунке строения плода персика. Ну и, соответственно, вы можете прочитать. Здесь нам предлагается выбрать, где у нас находятся эндокарпии, мезокарпии, экзокарпии, семя, след плодоножки, ну и, соответственно, плодоножка сама. Если вам будет проще, то у нас существует вот у этих названий, таких сложных, ботанических, как эндокарпий, мезокарпий, экзокарпий. У нас существуют еще такие названия, как эндокарпий – это внутриплодник, мезокарпий – это межплодник, ну и экзокарпий – это внешнеплодник. Те, кто у нас изучал уже анатомию, да, ну и, в принципе, зоологию, помните, да, про у нас зародышевые листки. И там у нас уже такие вот похожие обозначения были, да. Поэтому мы знаем, что такое эндомезо и экзо. У нас, соответственно, эндокарпий у нас окружает семена, да, растений в плодах мезокарпий. Экзокарпий – это сам такой часть плода. Чаще всего он идет достаточно сочным, эзокарпий. Ну и экзокарпий – это наружный слой защитный, который защищает с внешней стороны сам плод. Ну, я думаю, что с семенем, с следом от плодоножки, от плодоножки мы с вами, в принципе, можем определиться. Плодоножка, вот она у нас нарезована в несу отдельно. След от плодоножки – это место, где у нас плодоножка крепится к самому плоду. Ну и, как вы понимаете, семя – это у нас внутренняя часть. То есть не сама косточка, а внутренняя ее часть. Ну и, соответственно, кто у нас отвечает «Г», те абсолютно правы. Правильный ответ у нас «Г». Ну и, соответственно, вот у нас изображен здесь наш плод именно персика. Таким вот образом. Такой вот симпатичненький и очень аппетитненький. Так, дальше мой любимый вопрос. Люблю цветы. Сколько осей симметрии имеет цветок изображенного растения? Ни одной. Одну, две, более двух. Если мы с вами помним, то у нас существует… Ну, в большинстве случаев, да, у нас существуют актиноморфные и зигоморфные цветы. Что это такое? Вопрос у нас был про симметрию цветка. В данном случае у нас представлено вот такой вот интересный цветок. И нам нужно определить, сколько симметрий на оси симметрии имеет данный цветок. У нас существует несколько плоскостей симметрии. Да, это правильный или актиноморфный цветок. У нас существует одна плоскость симметрии, и это неправильный и зигоморфный цветок. Мы привыкли в основном именно к данным симметриям, да. Соответственно, правильная симметрия, это мы можем рассматривать, если вы помните, цветы яблони чаще всего у нас показаны. У нас показаны там всевозможные цветы с правильным цветком, через который у нас можно несколько осей симметрии провести. Неправильные цветы чаще всего у нас бобовые, да, представители бобовых показаны, и мы привыкли, в принципе, к этим цветам. Но в данном случае у нас вообще очень странный цветок. Сколько же у нас здесь осей симметрии? А вообще, если мы с вами рассмотрим, в данном случае у нас здесь представлен цветок спиральный. Если мы будем говорить, то через него у нас не проходит ни одна ось симметрии. Соответственно, правильный ответ у нас здесь нет ни одной оси симметрии. Вот такой вот у нас удивительный цветок. Такие у нас тоже бывают. Ну вот, как вы понимаете, вопрос у нас совсем непростой, поскольку этот вопрос у нас для 11 класса был представлен. И, как вы понимаете, простой вопрос нам тут не зададут. На рисунке определенного растения данный плод является односемянным и одногнёздным, односемянным – многогнёздным, многосемянным – многогнёздным, многосемянным – многогнёздным. Это просто можно к логопеду отправлять этот вопрос для тренировки диксы. Правильный ответ у нас – плод у нас многогнёздный и многосемянный. Собственно, по внешнему виду мы это уже можем с вами увидеть. Так, далее следующий вопрос. Три из четырёх представленных сельскохозяйственных растений принадлежат к одному семейству. Вы уберите лишнее растение. Я видел, как растут сельскохозяйственные культуры. Бывал там в деревнях, на дачах. Моё любимое, да, люблю про это говорить. Те знают, как выглядят цветы данных растений. Иногда бывают случаи, когда морковь или свёкла идёт в цвет. Это что значит? Это когда у нас выходит так называемая стрелка и происходит цветение растения. Соответственно, да, например, корень моркови у нас развивается плохо. Да, у нас потому что идёт цветение растений. Туда у нас уходят все силы. То же самое у нас и у свёкла. Такие цветущие корнеплоды, если мы будем говорить про них, они у нас в пищу уже не годятся. Другое дело – это сельдерей или укроп. Здесь они в любом случае цветут. Цветение у них рано или поздно происходит. Если мы с вами видели цветы, то и морковь, и сельдерей, и укроп у нас относятся, всё верно, Анастасия, к зонтичным. А свёкла – это у нас относится к семейству амарантовых. И свёкла цветёт сложным колосом. То есть у него соцветия сложный колос. Может быть, кто-то когда-то где-то видел. Соответственно, правильный ответ – это у нас будет В. Так. Далее. Заканчиваем мы с вами с ботаникой. Укажите тип ротового аппарата данного насекомого. Грызущий, сосущий, лижущий или колющий сосущий. Для начала нам нужно с вами определиться, кто это. Вот, не знаю, видели ли вы когда-нибудь вот такое вот насекомое. Нам оно с вами попадается редко. Оно не крупное. Это у нас не клещ, нет. Посмотрите, каким образом у нас выглядят ноги нашего насекомого. Они у нас предназначены для прыжков. Это у нас блоха. Как раз таки вот такую вот блоху, если помните, левша у нас подковал. Это блоха. Она у нас передвигается прыжками. И, соответственно, мучает у нас в основном наших братьев меньших за счет того, что она сосет кровь, да, и, соответственно, питается. Вот у нас она не живет. Но, например, вы могли бы встречаться с блохами, если в каком-то, например, заведении у нас в подвале травят блох, там, тараканов и так далее. Спасаясь тогда от яда, у нас насекомое выходит наружу, ну и, соответственно, кусает все подряд. То есть человек может тоже с этим столкнуться. Очень неприятные на самом деле последствия. Значит, у нас существует много, ну, несколько видов, да, ротовых аппаратов. Например, грызущий, как у таракана, грызущий, лижущий. Вот, смотрите, у пчелы. Колющий, сосущий. У нас у всех паразитов, которые, ну, или неправильно, я сказала, у насекомых, которые у нас питаются, допустим, кровью, да, фильтрующие у мухи, ну, и сосущий у нас у бабочки, которая у нас, соответственно, питается нектаром. Зная, что это у нас блоха, мы можем предположить, и, соответственно, предположим совершенно верно, что у нас здесь ротовой аппарат колющий сосущий. Вариант ответа Г. Ну, да, все увидели. И последний на сегодня у нас вопрос. Значит, раздельно полыми животными являются адский кальмар-вампир, виноградная улитка, дождевой червь или черная планария. Мы с вами помним, что эволюционно однополыми животными или гермафродитами у нас были сделаны живые организмы, которые, в принципе, не так часто встречают пару в природных условиях. Например, мы с вами знаем, что улитки, брюхоногие моллюски, они у нас гермафродиты. Соответственно, встречая другую улитку, то есть когда две улитки встречаются, они оплодотворяют друг друга. И, соответственно, впоследствии у нас появляются яйца, яйца откладывают, соответственно, и тот, и другой представитель. То есть обе улитки откладывают яйца. Это было сделано для того, что, во-первых, большая часть кладки яиц погибает, вот эти маленькие улитки, потому что они являются пищей для других животных. Ну и плюс, как мы знаем, в принципе, в условиях, в диких, можно так сказать, диких условиях, у нас виноградные улитки, в принципе, не так часто друг с другом встречаются, потому что их не так, не такой большой, ну то есть не так много особей в природе, поскольку ими все-таки питаются еще другие растения, другие животные, они являются частью пищевой цепи. То же самое мы можем сказать про дождевых червей, то же самое мы можем сказать про черных планарий. А вот головоногие моллюски уже встречаются, не встречаются, а имеют раздельные, они раздельно полые, да, неправильное начало предложение вести, они раздельно полые, да, оплодотворение у нас внешнее, да, ну и прямое развитие. То есть все, кто у нас сказал А, были правы, потому что, да, из всех моллюсков у нас головоногие становятся раздельно полыми.